Помолимся. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 17 февраля 2019 год. Мы продолжаем пособие по изучению Евангелия от Марка разбирать. Мы остановились на искушении Христа. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола, и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок залков. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоей. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если, пап, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. И это же самое повествование описывает нам Лука в 4 главе с 1 по 13 стих. Читаем. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был воскушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню и сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. За самыми блаженными часами нашей жизни могут следовать времена самого тяжелого искушения. Почему искушение последовало вскоре за крещением? Какова связь и зачем Христу надлежало быть искушенным? Предлагаются три вопроса, давайте попробуем на них ответить. Желающие, пожалуйста. Сатана нападает на очищенный сосуд. Тем, который его, чего ему бороться, он и так его. А тут очищенный сосуд, надо побороть, чтобы в ад сошел. Поэтому нападает. А что значит очищенный сосуд? Может кто-то не понимает? Очищенный через воды крещения, через покаяние, через воды крещения. Очищенный от чего? От грехов своих. От прежней жизни отошедшей. Очищенный сосуд. Дьявол считает, что его раба украли. Раньше же человек греху служил, значит сатане. А сейчас он и бесится от этого. И нападает, хочет вернуть обратно. Понятно. Ну, думаю, на этом можно не останавливаться, идти дальше. Или у кого-то еще что-то есть сказать. Нападает чаще всего на того, кто в пустыне и остается один. Поэтому и нам следует не оставаться в миру одним. Искать единомышленников. И всегда следовать советам более опытных наставников и братьев. Не оставаться одним в миру. Мир – это тоже пустыня, которая может поглотить нас дьявол. Тогда попутный вопрос. А зачем Христос уходил в пустыню, если там опасно? Ведь он же нам всегда показывал пример. А ты говоришь, что не должно нам уходить в пустыню и быть одному. А там он был один, не считая зверей. Но отводится Духом Святым и показать, что после очищения своего будут обязательные искушения для того, чтобы… То есть как бы он своими действиями нас, будущих христиан, предупреждает. Приготавливает. Значит, вооружен. И человек, который готовится к окрещению, хочет его принять, но всячески его предупреждают, может быть, даже отговаривают. Ты, может быть, пока повремени, наберись как бы веры, чтобы напавший сатана не победил тебя еще не столь окрепшего в вере. Ведь он же ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А лев – это царь зверей, как известно. Да, а он после крещения пошел же в пустыню, то есть набрался силы для борьбы с этим же львовом. Потом же он говорил же своим ученикам, когда они не могли знать беса, когда он в зале спустился, что этот побеждается только постом и молитвой. И вот это же он же 40 дней же постился и молился. То есть набирался силы для борьбы. Нет, он нам пример показывает, он сын Божий, какая ему сила нужна? Ну и нам пример показывал, ну и себе же надо же было же, ему же тоже надо же было сила. Нет, неверно. Нет, мы вас ведем. Нет, то первое, ты согласишь, что ты не прав. Христу не нужно, не было никакой необходимости изгонять из себя бесов. Да не, 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 ну конечно нет, но на силы. Ну а зачем же тогда он и шел, и постился, и молился? Ну, явно, чтобы победить дьявола. Ну так, а я же о чем же говорю, я же об этом же и говорю. Нет, ты говоришь, что он набирался силы, чтобы изгнать из себя бесов. А, да не, 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 то ты не так понял. Я говорю, чтобы силы набирался, духовные силы, ну и себе нам же для примера. Силы набирался для чего? Ты же видишь, он сразу его раз уже взял и начал же его искушать, враг. После 40 дней. Сразу же он же, видишь, бегал возле него, сразу же. И пример нам... Вот Наталья пишет, чтобы победить дьявола. Понятно, что-то. А еще он нам пример какой подает, что ссылается, сказано говорит. Значит, и нам надо всегда ссылаться на Святое Писание, чтобы победить сатану. Меня слышно, нет? Слышно, слышно. Очень плохо. Ну, в общем, решили для примера, нам для примера он это делал. Зачем Христу набежало быть искушенным? Последний вопрос. Зачем? Для примера нам, чтобы когда мы, быв искушаемы, видя перед собой пример победы Христа над дьяволом, блестящей победы, этим примером вдохновлялись и не отчаивались в борьбе со грехом. Я так думаю. Кто не прав, не согласен, можете меня поправить. Ну да, и со грехом, но и с врагом тоже. Ну, враг, ну, сатана противник, наш враг, он нас подталкивает на грех. Каким образом? Вот сейчас мы три вида этого подталкивания, этого искушения мы увидели. Чрево, тщеславие, бросив вниз. Третье. Авторитет. Авторитет. Богатство, Никита говорит. Авторитет и тщеславие, этот прям синоним, наверное, да? Вот, Наталья, для нас, как Христос, в Божественных Писаниях побеждает его. Именно написано, написано, написано. А сегодня человеку, говоришь, написано, он даже его с ним не дует. То есть, еще ниже, чем... Сатана попятился, написано, оставил его. А здесь люди даже, получается, что они уже далеко за гранью, еще даже... Хуже может быть, раз не внимают словам Божественным. Ну, я говорю, почему, говорю, и для борьбы с врагом. Ну, слава Богу, мне Господь открыл грешному. То я так удивлялся, крест, какой крест, сила крест. И так, раз, было нападение, да, так Кинко нападает. И я так, раз, начал крестить его. Ну, сразу почему-то, раз, так, что-то сразу мысль, что духовно стою, хорошо на ногах духовно, крепко стою, да. И потом, раз, перекрестил, опа, уменьшился, 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 бим, и исчез, пока там стал маленькой мышкой. Вот это и почему же я говорю, чтобы жить, и для борьбы с врагом. Кто исчез, стал маленькой мышкой, я не говорю. Ну, враг начал нападать, да, большой сначала начал, идет на меня, как Кинком, здоровый, здоровый, да. Я раз его перекрестил, опа, меньше стал, еще перекрестил, еще меньше, еще... А как он нападал, что он душил, или просто страшным видом устрашал? Ну, первый раз, это не тогда, а первый раз, раз за руку, да. Я таким крестом... Ну, так, как, цап, за руку. Не будем больше об эту тему, время, все достаточно. Вот Алексей пишет, может, заодно дьявол проверял его, сын ли он, божий или нет. Такое вот мнение. Дьявол не может знать, сын божий он или сын человеческий. Он как сына человеческого его искушал. Это только Бог знает, кто, в ком, что есть. А дьяволу это не дано знать, поэтому он как сына человеческого его искушал. Но он же задает вопрос, если ты сын божий, то есть он в это не верил, получается, дьявол? И, как бы, этим самым он его искушал. Провоцирует, да. Чтобы он так же вознесся и бросился вниз, как бы, и разбился, то есть, на... Так, ну, вот еще раз, третий вопрос, давайте я зачитаю. Зачем Христу надлежало быть искушенным? Только он смог искушаемым помочь. Написано же в этом. Да, вот, Никита, погромче. Чтобы он... Чтобы он смог искушаемым помочь. Да, ну, да, я уже говорил об этом, повторяюсь. Да. Ну, разобрались, слава Богу. Ну, еще какие версии есть? Нету, значит. Если ни у кого ничего нету, идем дальше. Игнать Тихонич, у вас, если есть, что по этим вопросам добавить? Расширить, может быть, пожалуйста. Будем внимательны. Это грань крещения, за которой начинается абсолютно новая жизнь. Вот евреи, если увлекается кто-то, а не терпят до момента, пока человек принимает крещение. Точно так, он мусульман. Это уже все было заложено в этом искушении. Это очень сильная грань, которую переходит человек однажды. Пока он не крещен, он не член церкви. И враг это понимает. Даже не веря в таинство, он крещение считает гранью. И вот отсюда начинается искушение. Родные восстают, изгоняют его. Вот мы знаем, какой есть балки с этой... Пишет, я осмелюсь назвать его отцом. Прямо. Она только уверила, жена министра в Пакистане. Там еще два. Она мусульманка была. Сейчас сразу двух зарезали, которые были. Вот сейчас показывает. Каждый год христиан погибают там, которые из мусульман переходят до 50 тысяч. А может и больше. А почему не до этого? Повторяю, это грань, которую сатана знает. И далее, ты покажи вопросы эти. Мы очертили эту грань, которую сатана хорошо знает. Тут сестра Ольга говорила. А я Володе говорю, смотри, она богословствует. Сестра-то. Она абсолютно правильно ответила. Вы все отвечали хорошо. А вот это, что она последнее сказала, Ну, это уже по человечеству. И он не знал его. Сатана никак не мог разгадать этой тайны. Сокрытую от века написано. Ангелы миллионы или миллиарды лет славили бога. А они не видели его. И тут они увидели в яслях его лежащего. Эта тайна нам не постигнет. Принять или не принять. Вернуть не будешь. Потерял все. И вот здесь об этом и говорит. Что он, оказывается, пример. Вы говорили об этом раз. А потом он нападал на него не по божеству. По божеству он и не посмел бы подойти. Когда кричали евреи, иудеи. Сойди с креста и уверуем. Иоанн Затауц говорит, это только рот они разевали. А кричал сатана. Вот так надо понимать. Звуки, гортань, все. Похожая интонация. А это сатана заставляет. Сатана кричал. Сойди с креста. Почему? Возмездие за грех смерть. Причина смерти грех. И первый, единственный, един свят, един Господь Иисус Христос написано. Впервые смерть наступала, когда не было причины греха. И в нем не было греха, един свят. И сатана метался и кричал. А почему? И Таразаконие 19.19. Что если судья выносил приговор, а свидетель там подтверждал, а оказалось не так, то все делались виновны по той статье, по какой они его угнали. Ну, допустим, статья была под убийство. Снова разбирали дело, и оказалось, что они лгали, подгоняли к статье. Их всех надо было немедленно убить. Так и здесь. Он приговорит к смерти Христа, в котором нет греха. И он понимает, что он делает безумие. До этого сатана делал убийство, казнь. Оправдано было. Возмездие за грех смерть. Оправдано. А здесь нет. И он мещится впервые. Теперь он будет закован. Невинно падает на него, и он закован. Вот отсюда начинается тыщение царства. Вот это в рассуждение надо взять. Надо глубже проникнуть. Мало участвуйте еще. Одни и те же почти участвуют. И одни и те же, и говорили все разумно. Мне, конечно, очень приятно это. Я не скрываю, что занятия наши незряшные были. Расставили все по точкам. Сережа, дай мне текст. Я по тексту хочу прямо прочитать. Сейчас, секунду. Пожалуйста. Вот. За самыми блаженными часами нашей жизни могут следовать времена самого тяжелого искушения. Ну, вот это 1 Коринфян 10-13. Прочитай. У меня закрыто все. А ты прочитай, не закрывая здесь. Давайте посмотрим, о чем говорится. И какое наше отношение к этому. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Вот оно, 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Считай слух. Так очень желательно, чтобы этот стих знали наизусть. Это в болезни, в войне, в пленении. Этот стих один из самых главных будет. Человек говорит, что не хлебом одним жив. Это все повторяют. Я говорил, в трава еду, и там какая-то брошюра приклеена, светная. На блюде лежит нарезанная колбаса. И написано, не хлебом одним будет жив человек. Но я еще ни разу, нигде не видел, что какие-нибудь баптистские журналы, чисто религиозные, то определенно написано. Но всяким словом, исходящим из уст Божьего, всякое, где бы ты Библию ни открыл, человек жив будет. Не хлебом одним. Когда и хлеба не будет, человек держится словом. Вот это обетование Божие. В нашей жизни бывают блаженные часы. У нас только все хорошо идет, я уже знаю, что-то за этим будет. А почему? Вот у меня сейчас такие нападают, там, от Синицки такой, специально. Я никогда не думал, что такая разветвленная сеть, опорочивание, специально. Это связано с заграницей. Избирает человека, за которым обязательно числится уголовная статья. У него две уголовные статьи. Два раза сидел. Засносил у меня старушки какой-то. Ну, безумие. Как вот этот Александр Калиников и здесь тоже Александр Синицкий. И он бросился на меня, потом на Златоуста. И тут я уже должен был выступить. Все искажает. А ему кто есть, а они помощники начинают искать, там, ролики. А про него нигде ничего нет. У него ничего нет. Его, чтобы двое разговаривали, никак. Я его вызвал на разговор скайпом и даже не ответил. Сергей вызывал. Не я сам, а Козлов Сергей. И вот навалились, а до этого настолько было, ну, прекрасно. Я говорю, что-то должно быть, я не знаю. Они сейчас на меня ночью сегодня столько выставили материала. Угрожают. Экстремистские организации, там, губернаторам Тайского края будем. Мы вас метем, мы вас раздаем. А я вижу, это одна рука пишет. Под разными названиями. И рядом цифру ставят 666. Сатана. Сатана. А я что могу сказать? Я только молюсь и все, как Бог сделает. Прошу всех помолиться. Угрожают ужасно как, а ничего нету. Ему любого, там, паптист, пятидесятник, гражданский, там. Он мусульман, не трогай и дрожи только. Нигде, никогда ни одного. Вызвать его никто не может на собеседование. И что? Ну, вот за этими часами нашей жизни следуют времена самого тяжелого искушения. Вот так. Искушение последовало вскоре за крещением. Почему? Ну, не во время крещения. Благодать. Один ответ. Благодать знает. Вскоре, это означает, за это время ты должен быстро духовно расти. Ты должен взять меч духовный, который есть слово Божие, написанное у Павла в послании к ефесянам. Шлем спасение. Значит, что даровано спасение. Я усвоил его. Теперь стараюсь оправдать делами своими. И какова связь? А такая связь. Не при крещении и недалеко. А вот теперь он враг всем сделал сокрещеный. Его все, которые другие религии, из какой он пришел, все считают пропащим врагом и извергом. Тем более, если он начинает проповедовать. Ну, возьмем хотя бы биографию Савла, гонителя. Его в Дамасске караулили. Да по стене в корзинке спустили. А тут 40 человек закрались. Ни пить и не есть, пока не зарежут. Вот когда в Кеннеди стреляли, Ли Освальда заведили. Ли Освальда. Его на утро повезли. Тут полицейский сколько? Через всех пробрался Руби и прямо в живот стреляет ему пулей за пулей. Убил. А что? А я за президента, я люблю. А жена говорит, он любил президента только на ассигнациях рисунки. На доллар, на 100-долларовой. Такие искушения. Все говорило о том, что Кеннеди будет переизбран на новый срок. И поехал тот район, где переломить всех хотелось. И вот так вот получилось. Самое тяжелое испытание. Падали на Жаклин. Дальше что у нее будет? В жизни. Это мы берем такие знаменитые события в мире. Ну а у нас-то своих тут бывает. У нас только хорошо перед этим было. Я только говорил. Понимаешь? Отовсюду новые люди приходят. И вот этот чат-рулетка, она поглотила уже тысячи людей-то. Сергей дал пример и ушел. Козлов-то. И мы здесь уже, наверное, три недели. У нас уже, я не знаю сейчас сколько, но не меньше 70 роликов мы заготовили. Здесь, беседуя с людьми. И мы видим результаты. Надо молиться тоже об этом, чтобы эта зарядка нас не засосала. Тоже угроза и прочее. Второе. Дальше давай текст. Так, какова связь? А такая связь. Христу надежало быть искушенным. Ну, сестра Ольга это ответила. Тут добавить буквально ничего нельзя. Зачем? Затем, чтобы показать, что он силен, он верит Отцу. Христос мог бы одним словом, говорится, топнуть ногой, он исчез бы, провалился. А Господь спокойно выполняет, полезли, ну, не до конца. Ну, на крыло храма. Ну, ладно, залезли там по лестнице или как. Бросься вниз. Люди говорят, от сатаны отбиваться. Это надо считать, да воскреснет Бог или живые помощи. 90-й псалом. Я говорю, да он сам считает. Сам. Не притнешься, а камень ногой это 90-й псалом. По струковному слонянски считает он. Он вообще замечательная личность-то в этом плане-то. Ну, некоторые так подумают. Но, оказывается, исполнение-то в другом. К этим словам, которые люди считают как заклинание, оказывается, нужно сказать, Господу Богу твоему поклоняйся, одному ему служи. Я как-то заметил вначале, повторял не раз. Христос мог бы ответить, да пошел ты, и прогнать его. Нет. Христос отвечает местами Писания. Три раза надо знать, какое место Писания. Не всяким словом, не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божия. Ну, пока до этого не считали. Кто знает на память это место? А Христос на память его знает. По человечеству. И дальше второй вопрос. Написано. Это полное, абсолютное доверие. Что написано, это от Бога, сатана знает. А что Христос говорит, как Бог, он мог бы посопротивляться. Да мало еще написано, Бог мог бы все терпит. Однако, против того, что известно, он в семинариях преподавал, в академиях, он попятился сразу. И вот так. Какая тут связь победы. Победный лучезарный свет. Вот так в жизни нашей бывает. Отожел. Так. Идем дальше. Спаси Христос. Первая хитрая. Первая Петра 4.12. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Послание к евреям. Вторая глава. 17-18 стихи. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 4.15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 5-я глава, 8-й стихи. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Из этого видно, что само искушение, когда его преодолеваешь, еще не есть грех или несчастье. «Когда начинается грех?» Вопрос. И тут дальше идет послание Якова 1.15. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть, когда ты совершил грех, тогда он и начинается быть грехом. А пока он несовершенный, и он еще не считается грехом. Ну, здесь вопрос, Наташ. Когда начинается грех? И ответ уже «похоть же, зачав, рождает грех». То есть, не будет похоти, не будет и греха. То есть, нужно... И Христос же, как говорил, сказано древним «Не прелюбодействуй», а Я говорю вам, кто посмотрел на женщину с вожделением, с похотью, тот уже прелюбодействовал в сердце своем, уже грех. Он посмотрел и уже прелюбодействовал, я о чем и говорю. То есть, он уже совершил грех. Он посмотрел, и он уже прелюбодействовал в сердце своем. Значит, Он что? Совершил его. А если бы он не смотрел и смотрел бы в землю, то он бы не согрешил. Читаем дальше. На каждое искушение следует смело смотреть, как на случай для одержания славной победы. Как на барьер для скаковой лошади или как на встречную волну для корабля. Можно всегда побеждать. То есть вот на эти искушения нужно смотреть, да, как на барьер. То есть дьявол искушает, мы побеждаем, дьявол уходит посрамлённый. Всего дела нас с пути истинного сбить. Сергей Павлович, а можно вернуться немножко? Да. Но это вот к сказанному добавить. Ну, это не значит, что смотреть нужно всегда под ноги. Смотреть-то можно на женщину, как на сестру. Без вожделения, совершенно верно. Это когда у него разум целомудренный, когда он не совершил грех, он может на неё смотреть, как на сестру. А если он совершил грех, то он не может смотреть на неё, как на сестру. Или он в покаянии, если он рождён и свыше, то да. То есть Бог его очистил. И он может смотреть на сестру без вожделения. Почему, как говорит Игнатий Тихонович, хорошо человеку не касаться женщины. Пока он её не касается, он и может на неё смотреть целомудренным взглядом. А когда он её коснулся и даже мысленно посмотрел, то он уже совершил грех. Наталья, только это не Игнатий Тихонович сказал, а это и Слово Божие, стих Писания. Ну да, я просто привожу пример Игнатия Тихоновича, его слова. А что это за место в Писании? Ну-ка, давайте вспомним. Брат, я хотел немножко добавить. Ну давай. Дело в том, что Господь сказал, что из сердца исходят злые помыслы. Приводеяния, убийства и так далее, он перечисляет. То есть сердце зарождается у человека, уже начало греха становится. Но если мысль пришла греховная, и человек победил эту мысль, то есть отбросил её от себя, тут же отогнал, он совершил грех или не совершил, или победил грех? Он не согрешил. Не согрешил. Конечно, да, победил. И победить он её может только благодатью Духа Святого. То есть есть ещё такое мнение, что вот женщина приходит к батюшке и кается. Вот мысли одолевают мысли, вот я грешна, вот мыслю, мыслю, вот. И вот я вот не могу ничего поделать. Вот лезут мне дурные мысли в голову. Я вот этим согрешаю, сокрушаю. Это она говорит, но она не осознаёт, как она мысленно согрешает. То есть каждая её мысль — это рана Христа, на Христовом теле отражается рана. Она этого не сознаёт, потому что у неё нет рождения свыше. Если бы у неё было рождение свыше, то она бы осознала эти мысли. И откуда они приходят, и как их нужно побеждать. Но рождённому свыше приходят эти мысли, или только они приходят нерождённому свыше? Ну они приходят, эти мысли, да, но он их побеждает сразу. «Именем Иисуса Христа отойди от меня, Сатана». И эти мысли уходят. А нерождённому свыше что, всякий раз поддаётся, что ли, получается? Конечно, он поддаётся этим мыслям, и они его мучают, и мучают каждый день. То есть совесть уже не мучает, а мысли его мучают. Может, так начинается и объяснение. Преподобный Никон говорит, от этой мысли пришла Иисусова молитва. Ой, Господи помилуй, или Иисусовна молитва. А потом повторяет, ну лучше первое, то есть Господи помилуй. Действительно, отопробовал сам, да. Только мысль пришла сразу, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Но самый больше пять раз говорил. И сразу раз, всё, голова чистенькая, и всё. А так три-четыре раза, и всё, и мысли нет, и всё ушла. Можно добавить? Да, конечно. Вот Никон Воробьёв, он помысл советует отгонять так, когда он, ну надо понимать, что это греховная мысль пришла. И он говорит, надо сказать, не соизволяю ко греху. И всё. И оставаться мысли. Плохо слышно, ещё раз повторите. Не соизволяю ко греху. А по-русски? Не соизволяю ко греху? Да, да. Да. Ну а как ты ещё более по-русски-то не соизволяю? Да, как объяснить? Не хочу я делать этот грех. Не желаю греха, не хочу делать греха. Да, не хочу, не буду. Не буду. Не буду грех делать. Ну вот мысль пришла на женщину с вожделением посмотреть. Не буду. И всё. Ну это надо ещё заповеди знать и осознавать, что это греховно. А если человек не знает заповедей, то он ничего и не делает. Благодарю. То есть мысль приходит, в этом нет ничего удивительного. То есть дьявол, он ходит как рыкающий лев. Если одному мысли приходит, а другому не приходит, то... Сергей, открой стих из Писания Римлянам 1.28 и прочитай. Там именно говорится об этом твоём вопросе. Человек, который не помышляет о Боге, не ищет Бога, его и одолевает эти мысли. Римлянам 1.28. Открой и зачитай. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Ну вот не заботилась, ты говоришь об этой женщине, она пришла исповедоваться, она не заботится иметь помышление Бога, о Боге. Но если ты помышляешь о Божественном, как тебя мог одолевать мысли? Например, у меня такого нету. Я всегда помышляю о Боге. Мысли всегда одолевают. Нет такого, чтобы не было мыслей. Это очень исключительно. Да, не обязательно блудные мысли, а любые мысли, то есть нехорошие, неугодные Богу. Просто, может быть, один человек это замечает, а другой не замечает. Просто я слышал такое, что батюшка этой женщине сказал, ну ничего в этом такого нету, на то он и сатана, чтобы искушать. Ты говори нет и гони от себя эти мысли. А приходят они абсолютно всем, говорят, они и мне приходят. И на исповеди, и молодому священнику женщины исповедуют, и у него тоже мысли нехорошие возникают. Но это наша человеческая плотница, греховная. Хоть она и рожденная свыше, но все равно она, пока мы в теле живем, мы склонны к греху. Да, это называется духовная война. Да, брани сердца человеческое. А если человек думает, что я уже все-все победил, то это мысль сектантская. Бороться мне не надо ни с мыслями, ни с чего. Мы все согрешаем, но в грехе не пребываем, потому что мы боремся с этим грехом. Вот, одни просто люди упоеваются греховной мыслью, начинают ее дальше будоражить, и на этом не пресекают эти мысли. Это греховно. А другие, как Иисусова молитва начинают читать, Господи помилуй, либо говорят вот, что... Вот так. Да, Наталья пишет, что ты, Валентина, истину сказала. Повтори еще истину раз, чтобы всем она... Мы все согрешаем, но в грехе не пребываем, потому что мы постоянно боремся с грехом и находимся в церкви, которая святая и непорочная. Это твое изречение? Нет, это не мое. Это я прочитала у игумена Петра Мещеринова. Все мы согрешаем, но во грехе не пребываем. То есть, пребывать во грехе – это осознанно делать грех, зная, что это грех, идти против Бога. А согрешаем, то есть, это неосознанно, нечаянно споткнулся, покаялся, отряхнулся, как овечка, то есть, дальше пошел. То есть, в грязи лежать свойственно свинье, а овце чистой и очищенной – это не свойственно, пребывать во грехе. Но споткнуться она может. Иной раз бывает. Но кто пребывает в грехе, тот не лекается. Только очистился – это не так просто, вот одним словом. А у нас очистился святые отцы годами, нам говорят, наказаны быть под епитимией. Сергей, спроси, Игнатия Тихоновича, может, он что-то добавит, скажет нам. Пожалуйста, Игнатий Тихонович, добавьте нам. Резюме подведите на эту тему, пожалуйста. Будьте добры. То ли не слышит, то ли втошел. Тут с новой программой никого, ничего не вижу. Ну, я как-то... Так, ну, я предлагаю дальше, вот, продолжать чтение. Так. А что его вырубила Игнатия Тихоновича, получается, что ли? Бывает, компьютером вырубает. Ну, если кого-то выкинет система, вы мне пишите в личку, я вас заново добавлю. Потом... Можно это, Роман Фроликова? Так, что-то недоступен. Да, пожалуйста. Вот то, что сказали, Господи помилуй, и вот то, что повторять быстро, слава Господу нашему, тоже это против заповеди в суете произносить имя Божие. То есть, как Игнатий Тихонович говорит, то есть вдумчиво, в каждое слово, медленно. Ну, вот так. Ну, да, а то это как мантра такая получается. А кто говорил быстро повторять? Ну, ты говоришь пять раз достаточно, а бывает в некоторых порах... Нет, я говорил, что быстро. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Что, это быстро? Конечно, быстро. Но, Игнатий Тихонович... Подождите, братья, тут сейчас... Игнатий Тихонович встает против сорокократного повторения Господи помилуй в храме. Так вот, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слышали все, однако, да? Вот. А если ты, Господи помилуй, мысль пришла и, как бы, пять раз, и после пятого раза эта мысль отошла, да, слава Христу. Да, во веки слава. Я тебе говорю, это самое большее. Это было и за трех раз, после четырех раз, после трех раз. Ты же не тараторишь, а постоянно... Конечно, нет. Я же не сказал, что быстро. Упокойно, это. Хочешь. Я почему говорю, кто быстро говорит? Да. Тогда Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. То есть, вот это вот... Один раз сказал, и жди, как бы... Ну, бывает, что да, с первого раза не услышит, но поэтому Господь и говорит... Ставят в пример женщину, которая вот к судье ходила, ходила, и по неотступности судья уступил этой женщине. Так и вы, говорит, просите, и дано будет вам. То есть, неотступность должна быть. Пришла мысль, сказал Господи, помилуй, один раз. Ну, не помогает. Еще раз молись, и опять не еще раз. Тут в этом ничего такого нет. Но с верой, а не так, как вот... Господи, помилуй, Господи, как вот в храмах. Как бы вот этим речитативом, мне вообще непонятно, даже если на русском языке читается речитативом, у меня сердце не воспринимает противиться. Вот, я не знаю, кто этот речитатив подумал, это как раз, мне кажется, когда в храмах читают, это вот правильно Роман заметил, что это нарушение заповеди всем сердцем своим, всем разумением. То есть, разумение есть, ты слова разумеешь какие, а сердце не прилагаешь. Меня в детстве учили читать стихи с выражением. Я участвовал в конкурсах всяких, то есть, мне дано это было, дар, как бы с сердцем читать, с выражением, с чувством, как будто ты там пребываешь. Как вот Игнать Тихонович насчитывал «Жития святых» и как бы слушаешь и кажется, что ты там вместе с ним находишься и сопереживаешь вместе с мучениками, и плачешь, и страдаешь так же. Вот как надо читать. А тут ты Богу молишься, который твой Господин творится с таким небрежением, то есть, бубнишь что-то, как будто ты, как мантра какая-то у этих, кто там они эти мантры читают, монахи какие-то, тибетские или кто-то, не знаю, индусы. Итак, мы вот решили, что на искушение, которое следует не только после крещения сразу, но и потом в дальнейшей нашей жизни сатана нападает всякие мысли приходят нехорошие. Можно на это смотреть, как вот именно на барьер для скаковой лошади. Мы воины, у нас есть все средства для победы над дьяволом, и меч духовный, слово Божие, и шлем спасения, и щит веры, и все, все, все. Первое послание к Алифинам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми в сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Ну вот на этом бы хотела бы заострить внимание, то есть искушение, то есть вот эта мысль, что Господь посылает такие легкие искушения, чтобы мы победами своими как бы его прославляли. Почему он сверх сил не посылает нам искушение? Так, чтобы вы могли перенести. Но некоторые же люди бывают, что и не переносят. И многие потерпели кораблекрушение, в вере написано. И да, и прельстить даже избранных, в последние времена антихрист придет, и многих прельстят, написано. Значит, они не выдержали этих искушений. Почему нам здесь как бы обещание, как Бог, который не попустит вам быть искушаемым, а хотя мы на факторах знаем, что некоторые люди не выдержали этих искушений. Может быть, они просто были не наши, как написано, не все наши. Если бы были наши, то оставались бы с нами. Но так как мы увидели, что они вышли от нас, отсюда и выяснилось, что не все наши. Если они просто казались быть такие вот лицемеры, что да, вот мы верующие, как фарисеи, мы праведники, а внутри суть гробы окрашены. Поэтому их испытывать не надо, Господь и так знает их сердце. Пожалуйста, у кого какие мысли на этот счет. Так, вот Наталья пишет, Бог сверх наших сил не дает искушений. Это люди сами, не доверяя Богу, сдаются, да. То есть, сами сдаются, не надеясь на помощь Божию, да. То есть, Бог посылает какое-то испытание нам, искушение. Если мы будем просить у Бога помощи, мы обязательно победим. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Все искушения. Любой барьер можно преодолеть с помощью Христа. Хоть метровый, хоть двухметровый, несмотря на то, что мы не на скаковой лошади, а на осли, на черепахе. В Библии написано, что кит проклотил Иону. Мы в это верим. Кто-то верит, кто-то нет. А если бы было написано в Библии, что Иона проглотил кита, я бы тоже поверил. Вера какая. Поэтому и здесь доверие, правильно Наталья заметила, не надеются на вспоможение Господа. То есть, сами по своей ленности или непряжению отпали, не выдержали. Можно добавить еще? Да, конечно. То, что сестра Наталья сказала, я скажу, аминь. Так и есть. То есть, по свободной воле человек согрешается. И написано в притче 18-11 «Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». То есть, они призывают Господа и искушение не может перенести. И как вот 1 Коринфянам 10-13 написано, что всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Там, конечно, речь идет о том, что всякая национальность и может человек спастись по призывам ими Христа. Ну и также здесь можно отнести. Вот я еще вспоминаю обычно 1 Иоанна 5-18 там написано «Рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит тебя и лукаво к нему не прикасается». То есть, все в нашем произволении, наша свободная воля. Вот хороший вопрос Дмитрий Левич задает. «Человек, будучи рожден свыше, может ли впасть в грех именно впасть? То есть, осознанно пойти на грех, на предательство, можно, брат, еще? Да. Вот если кто читал на форуме мое обращение ко Христу и как вообще у меня потом последующая жизнь была именно во Христе, какие были падения, то согласно вот как у меня произошло, то да. Да, Наталья, правильно, может человек впасть, потому что ему дана свободная воля. То есть, родился свыше, Господь-то говорит, я из руки моей не отдам никого, то есть, все, он мой как бы сосуд. Но человек может своей свободной волей сделать такое отречение, так скажем. Да, святые отцы пишут, упал, вставай, но они это написали нам не для того, чтобы падать, а для того, чтобы упавшую вставать, не отчаиваться идти дальше. Вот, а то у нас в нынешнем православии, да, такая вот есть, я грешный, супер грешный, куда мне до святых, вот, человек живет во грехе и думает, что это вот и так, и правильно все. Неправильно. Неправильно. Сколько бы падений не было, и тогда не отчаивайся, но надеюсь на Господа. тихора. Тихо. 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 Так, ну ни у кого ничего нет, час у нас прошел, пожалуйста, последние полчаса вопросы-ответы с Игнатом Тихоновичем, я удаляюсь. Пожалуйста, у кого есть вопросы, задавайте. У меня вопрос, как можно объяснить шестилетнему и пятилетнему ребенку, что такое блаженство? Игнат Тихонович, отвечайте. У вас микрофон выключен. Он эти слова не знает, даже блаженство-то, но произносить их надо. И говорил, писал Маяковский Владимир Владимирович, Кроха, сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Стихотворение такое. Ну и дальше он рассказывает, что такое хорошо и плохо. И вот блаженство, это довольство во всем. Вот у нас блаженно, кажется, в немецком языке, кажется, там написано Галлиген. Счастливо. Вот он понимает, когда все это хорошо и Бог дает. У тебя рядом мама, у тебя есть, что поесть, это ты благословенный, Бог тебе дает. И научи ребенка, чтобы где-то он своей рукой подавал милости. Даже маленькую, где-то, нищему, нуждающемуся. В ребенке вот это надо говорить. Ну, мы будем знать. Человек подошел и спрашивает, учитель благий. Тут вообще не к чему было придраться. Оказалось, неправильно сказал. Благий – благ. То есть, по-нашему сказать, учитель хороший. Мы привыкли, хороший, хорошо. А на самом деле, хороший – это только Бог. Хороший – это. А остальные, все до одного человека нехорошие. Один благ, один Господь. Да как у нас еще доброты нету? Есть. Но написано, что всякое добро от Отца Светов исходит. Это Бог побудил, Бог положил на сердце. И в тебе хотелось желание помочь кому-то сходить, встать, помолиться, помнить, сострадать. Это все от Бога. Это независимо от того, человек православный или еретик какой-то. Бог любит всех, и солнцу повелевает сходить над злыми и над добрыми. Ну, так он что, спасется? И тут не о спасении речь идет. А о доброте, которая принимается Богом. Оно Божье. Ну, почему? На Сына скажет, с человеческого простится. А кто скажет на Духа Святого, не простится ни всем, ни в будущем. Если ты не знаешь толкования, ты ничего не отметишь. Да Бог, Он и есть, и Дух, и прочее. Нет, именно то, что они видели по плоти, Сына Человеческого. И вот здесь большая разница. А когда делал им добро, исцелял, это не как только Дух мог сделать-то. А они восстали против добра, против благодати, против того, что Бог дал даром. И поэтому нет прощения ни в семь веке, ни в будущем. Недовольные Христом были. Почему он опрокинул все, рассыпал деньги у многих щеков. Ну, это можно было. И понять можно даже этих людей. Но, однако, доброта всякая от Отца Светов. И тогда, девочки, все это, мальчик, расскажи. Давай сейчас попробуем так. Вот это хорошо, вот это плохо. Ну, нарисуйте, а потом на деле покажите. Вот зашел человек. Вот он просит наш человек, что мы должны сделать. Тем более, то есть такие усложненные задачи могут быть. И ребенок начинает это даже не задумываясь, повторять, он вам верит. Что-то действительно так. А сегодня что такое хорошо-плохо? Любая бабушка знает. Ешь больше, спи дольше. Все. И бабки, их просто ликвидировать надо, бабок этих. Как только ребенок появился в семье, так и куда-то ссылать или, как Шариновский говорит, дурдом сдавать. Они сильно мешают воспитанию детей. Не надо, не надо, он маленький. Ладно, он вырастет, поймет. Дочка спит. Еще так долго спит. Ладно, пускай спит, замуж выйдет. Там не придется спать. Но она не знает ничего. Она и там будет спать. Каждый день ищет, что разогревать. Но нельзя так жить. Надо местами Писания укреплять себя. От Отца Светов. И он понял. Благ один Бог. А теперь это касается благодати. Благодать только от Бога. Она даром дается. По любви Божией. Он умер за нас. Главное, вот это даже непонятное. Всячески старайся объяснить. Даже пусть на несколько страниц твоя речь будет. Я знаю, что такое ребенку объяснить. Это надо найти аналог этого слова, который был бы ему понятен. Хотя он и не в совершенстве отражает по вопросу, но, однако, уже ребенок понимает. Если еще бывает, что требуется, но пострадает за это. Будь благословен, сын мой. Пошел в школу. Попа у меня тут священник один говорит. Я сына отдал карате там. Как биться, как обороняться. Я говорю, и что? Ну, как что? Обижают. Видишь как? Это метание диска. У Маковецких написано было. И в болезни взыскал не Бога, а врачей. Врачи же от Бога. Не Бога, а врачей. Хоть сколько ей написано. Здесь так же. По своей вере. А что эта вера? Может, там еще уже и нету, и жила на себе. Почему я за того, чтобы обратить какую-то душу, нужны тысячи талантов. А для того, чтобы мне не повезти, говорит, за собой, неприготовленное, тут надо прямо сказать, проигрыш полный. Полный. Доброты нету. Вот я в прошлый раз проходил, и маму Василий, священник Василий, там, в редакции про него написали, что-то не так. А где железный? Он приехал с электросваркой, заварил их там. Не выйти, ничего, в окна вылазит. А полиция стоит рядом, ржет. Вот, все. Думаю, что ребенку будет понятно, что такое хорошо, что такое плохо. И как злусы понимают, выше бери. Все. Еще вопросы, пожалуйста, у кого есть. Такой перерыв большой, что даже если вопрос, и человек уже забыл. У меня сегодня такое было. Я хотел сказать, помнишь, как Валентина там у нас, Барышникова. Говорить она стала ей. Я, говорит, сейчас же говорил, о чем я забыла. Игнатий Тихонович, вот в ваших материалах сегодня по суду, по приговору, вы там упоминаете, вернее, там упоминается Барышникова. Вот это Валя Барышникова, да? Да, это она. Что-то другое, она. Так она тогда молоденькая была. Ночью я собрание могу выстоять, и там, видите, она в конце пытается сказать. Она добрая. Да я знаю ее, я с ней общалась. Значит, это она. Это она есть. Родители ее подали с пятидесятник, и там умерли. У меня небольшой вопрос, Кагнатий Тихонович. Давай. Вот конфликт между Никоном и Авакумом, который вот был в 17 веке, по идее, его ведь можно было бы избежать, потому что вы сами говорите, я с вами соглашаюсь, что как таковой дискуссии о Библии там и не было. Там просто какие-то личные интересы были. Никон одно требовал, Авакум свое требовал. И мне вот просто интересно стало вот тот конфликт, который был во времена Максима Исповедника, если так сказать, тогда вот с правящей патриархией в те времена. Его можно было избежать? Или вот Максим Исповедник тогда поступил согласно Слову Божию? То есть вот там вот нельзя иначе было поступить? Вот такого рода вопрос. Это кто говорит? Евгений? Это Дмитрий говорит, Лемеш. А, Дмитрий. Ну не видно, какая-то фотография, как шахтер стоит в шапке. Понимаешь, это, конечно, вот такой конъюнктивной форме, а бы да кабы, так не получается. Ну можно, конечно, порассуждать, но не дальше этого. Да, можно было. Да, намного раньше. Вот князь Владимир Равнопостольный, у него это Равнопостольного не было ни одного дня. Князь Константина Равнопостольного, повторяю, ни одного дня не было. Ни одного дня, он до самой смерти был не крещён язычник. Окрестил его юридический епископ Евсевий. Я про Константина говорю. И у этого тоже нисколько не лучше было состояние. Ну вот он пришёл, вера. Что они привезли с собой? Так, сундука два ладана и лопаты штыковые. Они пообедали, после обеда пошли киевские горы рыть. Вера пещерная. А то, что идите по всему миру и проповедуете Евангелие. Как могли проповедовать, когда они греки? У них даже буквы Ш нету. Правильно Иисус-то не могли назвать нам Иисус. Но хорошо, что Иисус. Ешуа. Ирушалаем. Но суббота, шаббат. А у нас суббота. У них буквы Ш нету греков. От нашего учителя. Вот они нам тут всё и принесли. Проповедей не было. А раз не было, значит, главного не было. Они держались так. Главное – это богослужение. И вот теперь они на этом богослужении, на этой волне. А я сижу в Барнауле и нашёл разгадку, в чём дело. Путём исследования. Тщательного исследования. Мне жаль, что нету тут Евгения Тарапко. Как-то бы ему разговоры-то эти передать. Он к старобряцам там где-то знакомится. Он ничего о них не знает. У меня корень старобряческий. Я оттуда вырос в этом. И какие они сегодня есть. Даже приемлющее священство. Самое свирепое общество, какое у верующих есть. Мстительное, непрощающее. Злопомнящее. А злопомнение уподобляет дьяволу. Святой Иоанн Заталус сказал. И вот они хлистались там, где сказать. Вот Никон. Какой крепкий мужик был он. Неслабохарактерный. А ты его биографию посмотри. Он Мордвин был, он не русский. Мордвин. Вышел на арену. И они же были собаком у друзей. В просветительском обществе. А потом вот так сделались. Такими. Не друзьями. А почему? Да не по Евангелию. Даже 20 серий. Это считать. Смотреть раскол. 20 серий. И Библия даже на арене ни разу не появляется. Нету. Ее нету. И они ни разу не судили так, как Мартин Лютер. Он прямо по Библии. Прямо против Папы. И Папа ничего не мог возразить. 95 тезисов его. 1517 год. Здесь не было. А сколько раз Аллилуйя говорит? Ну какая разница сколько. Однако, когда Никону сказали, что у греков Аллилуйя считается трегубая. Трегубая. Даже придумай. А у нас сугубая. То есть два раза. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тебе Боже. А у них три губы. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Это как сейчас во всех храмах. И написано, что Никон не слабохарактерный. Написано, что страшно испугался. Что не добирал. Моя мама ходила там у старобряца. Купила лестовку. И там сколько положено. Бобышки. Перебирать пальцами-то здесь. И она говорит, что Агапия хорошее делает. Я посчитал, одной не хватает. Мама испугалась. Как я? Сколько раз молилась? И сколько ты не добрала? Дальше второй стал считать. 33, 32 бабушка. Ну такое дело. Я просто посчитал. Я к тому говорю. А надо ли бояться? Да нет, конечно. Больше, меньше. Это не имеет никакого отношения. И они там где кланятся. Особенно, когда крестный ход был. И шел он по солнцу. Вся посолонь называется. По-солонь. А по-новому-то надо против солнца идти. И два крестных хода столкнулись лицом к лесу. Сегодня там идет так вот. Против солнца. А было по солнцу. По-солонь. За солнце по-солонь. А так-то против. Ну а как правильно? Да, разницы нету. Которые шли за солнцем, они брали за основу такое. Иисус сказал, приди ко мне. Он стоит, они ко мне идут. Ну правильно. А это говорит, не ко мне, а гряди за мною. А он как шел. Так и пошли за ним. Гряди ко мне, ко мне и за мною. Ко мне и за мною. Это разница. Большая даже разница. Я стою, кого-то зову и говорю, иди за мною. Я поворачиваюсь и иду. Я не могу туда идти и сказать, за мной, если мы лицом друг к другу стоим. А гряди ко мне, я стою лицом кресту, до меня он дошел, дальше уже нечего. И это легко понять. А они этого не хотели видеть. Ну а еще мы не спорили. Это даже время бы не стал тратить. У меня все равно старобрядцы. И мы на Сибирске встретились. Ну на дому беседа большая. Но они очень знают там многое свое. Я говорю, хотите, я в течение одного часа вам докажу, что вы не старобрядцы. У него есть смысл старобрядцы, если. В течение одного часа я начал говорить, и который руководитель первый встал через полчаса, и говорит, я не старобрядец. То есть называется я не такой. А до конца дошел, и все общество распалось. Они остались там, все. Но однако они теперь знают, надбиваться нечем. У них главная проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Все, восхитательный знак, и пошли домой. Ты еретик. Доказательства какие-то? Да нету. А переходи к нам. Про себя вы должны рассказать. Они этого не говорят. Да. Я вот когда просто вот так вот ознакомился кратко с ЖТМ Максима Исповедника, у меня вот тоже такое вот чувство почему-то создалось, что можно было бы этого избежать. Потому что там настолько запутано, вот в чем конфликт был. Вот я даже, честно говоря, я вот не понял. О монофилитстве, то есть вот такое значение слова, сколько естеств в Христе, какая воля там божественная, человеческая. И я вот так и не понял. Я думал, ну как простой человек может это понять, вот то, что случилось тогда. Ну очень там научным языком так все это было написано, и все так непонятно. И вот поэтому я чуть вот такую параллель здесь вижу, что вот Авакум и Никон и Максим Исповедник. Как-то вот поэтому я и спрашивал. Не надо сравнивать. В данном случае Максим Исповедник страдал, мученик. Этого нам достаточно. Никаких параллелей не делать. Это совершенно другая история. Эти ростом были пониже, а духом пожиже. Все понятно. То свое, история закончена, там еще Феодор студит. Вот они два. Они не вместе, но все-таки об одном. У них было что противопоставить. А у этих ничего нет. Сегодня они никакие. Самое опасное, что в патриархии придумали миссионерские отделы. Ну до того смешно. Ну ты открой, я говорю, посмотри. Отдел только один. Самое большое количество – два человека. Больше нету. А у вас 150. Откуда вы взяли это? Два и в разные стороны. И по-моему, протопопа вакуум, он тоже был рукоположен до 30 лет, да? Вы говорили. 30 лет. А один в 21 год, а в Никон 23. А как вот старообрядцы реагируют, когда вы им говорите, что вот какие же вы старообрядцы, если он тоже в канонические правила бурны? Никак. Молчат. Молчат. Бородами утираются. Молчат. Им ничего нельзя сказать. Они слова Божие не знают. Друг от друга учатся. Как правильно петь. Дори, ми, фасоль, ля, си. Они там еще добавляют один звук. Звуков семь, не восемь. И притом они никому никогда ничего не прощают. Где-то что-то сказал ошибка годами. Вот у нас сваяки там вот по терябке живут. И он ничего не может выйти. Это зацикленное. Вот он написал письмо одно. Вот небось, мое письмо не опубликуйте. Я его опубликовал. Оно опубликовано. А он теперь дальше придирается. Посмотрел, а почему вы туда поместили? Куда поместил? У меня папка старообрядцы. Я туда присписал. А я туда не хотел. Вот начинает дурить. Я хозяин. Что ты на моем ресурсе распоряжаешься? У тебя есть что-то? Нету. Ну вот и все. Дальше. Я там, помогли мне сфотографировать синими щернилами, как он написал. Но он видит, что результат нулевой. Ему никто не напишет. Он приходит ко мне. Сюда вот я сижу. А у нас уже все закрыто. Ворота были. Он через забор перелез. И сюда заходит. Приняли его. Ему надо прочитать письмо. Я говорю, не надо. Я уже прочитал. Там еще не может быть другого. Смотрел я этот ролик. Ну и все. Он не может уснуть. Он пошел к моей жене. И пока я не прочитал, уснуть не может. Это объяснование. Неприкрытое при том. Вот и все. Ну не считают, не считают. Я власти не слушать. Почему я должен время на тебя терять? И вот мы сидим здесь. Он говорит, а я не слушаю. И вот которые люди нападают. Они за него все сразу. А почему? Потому что дьявольское отродье. Я в своей комнате. Старше его. Письмо такое уже было. Ну там может что-то добавил. Что вы командуете? Он зашел ко мне. Перелез через забор. И меня же виновным делаете. Ну нехорошо это. Да, это было смешно. Выглядело, когда Александр ДС там, Дмуха, он начал этот ролик старообрядцем сразу. Лишь бы против вас объединиться. Ну ему разницы нету. Этот Александр... Ну да, я так, слово просто вот вспомнил. У них ничего нету, кроме греха. Не-не, я даже не хочу сейчас тут о них говорить. Я просто вот вы вспомнили вот этот ролик. Я тоже просто вспомнил, что когда он ссылался вот на Устинов, по-моему, это было. Но он мне, кстати, нравится то, что он, может быть, так вот тоже, знаете, бывает. Так он нормальный мужик-то. Там было много роликов с ним хороших. Вот вы, когда Десятина святая. Да. Ну такое дело. Я вот настаиваю. Я не могу даже разговаривать. Мне обязательно, чтобы меня прослушали. А мне я год промолчил. Одно время им пришлось молчать. Ну недолго, месяца три или четыре. Я ни одного звука А не сказал. Все вокруг меня считали, что я глухонемой. Никакого труда в этом нету. Если вот женщина, жена, то учиться без молвы. Я учить жене не позволяю. Если было бы сказано, жена, ты должна быть умнее мужа, уметь на каждое слово отпарировать. Тогда бы она училась и говорит, ой, я не вовремя. А то ничего не надо. Просто глотни в рот святой воды и держи, когда муж ярится. И все. И сатана заглохнет. Смотрите, какие легкие нам удают заповеди. Иго мое благо, бремя мое легкое. Это все по-своему рубит. Я не желаю. Мы как-то собрались по Теряевке ехать на благовестие. Уже все собрали, книги. И в это время приехали сыновья у этого человека, кто здесь молчал перед ним. И он встал напротив. Я говорю, ты антихрист? Как он за это слово усыпился? Ну, ты благовестию мешаешь. Мы на благовестие едем-то. Люди ждут. Тысячи людей. Тысячи. А ты что делаешь-то? Ну, он за это давай меня там, давай толкать там, не ударил. Ну, что я могу сказать? Старобрядец настоящий. Игнать Тихонович, еще вот такой вопросик. Вот трудов отцов святых очень много. А вот такие вот, по вашему мнению, первостепенные, которые вот нужно вот прям вот прочитать после писания, толкования. Вот что бы вы порекомендовали вот всем нам? Потому что очень много не знаешь, с чего бы вот начать его. Видишь как. Я опираюсь на свой опыт только. Я не могу... Разумеется, я поэтому... Ни у кого этого нету. Ни у патриарха, ни у кого. Андрей Кураев, вот это заметил. Вот такой пиетет к священному писанию. То есть особая любовь, нежная, возвышенная. У меня, про меня он рассказывает там. И в то же время за каноны держатся, за такой абсолютный порядок. Ну, кто у нас тут был? Даже я вижу, которые. Они скажут. Сегодня было собрание. И сегодня я к утру постараюсь, если благополучно будет, закачать этот ролик. О чем мы там беседовали? Что такое единение? Батюшка начал рассказывать о пташках разных, которые потеряют какие-то. Ну, а я этим моментом-то воспользовался. И давай рассказывать про голубей. То, что они у меня в комнате. Я все записываю. И держу почти 60 лет. И я этого никогда бы не знал, если бы в комнате не было. Когда глаза открываются? Какой возраст у голубят? Как они относятся? Как кормят? И все снимаю. Ну, где-то опоздаю и прочее. Батюшка сказал, а я ему сразу раз расширил эту тему. Говорили, а там еще о чем-то. А это как раз меня... Я думаю, раз эту тему расширил. Мне дали слово в конце. Я залез в самый дальний угол. Меня и нет. А мне и нужды нет. А раньше сам проводил собрание. И просил, ну, кто-нибудь замените. Ну, никак, никто. А тут получилось, я ушел. И сразу вначале они Виктора Андреевича вращают, брали. А он назначает кому-то сказать. Первый Сергей Павлович считает, что там сегодня было чтение Евангелия. Я советовал бы так. Трехтомник у нас. Обязательно знать. Несколько раз самому законспектирую. Тем более, помощь очень большую оказываю. 297 моих комментариев. 297! Это целая книга. Это даже не выскажешь сколько. Я могу сказать, сколько страниц они занимают в пятом томе. Я их отдельно еще выбрал, вставил. Это уже Господь расширяет. Вот это надо обязательно знать. Это само полкование. Здесь, да, это все. Это в центре внимания. Здесь не приятно. А Златоуст в этом находится. Блаженый Милак предпочтение отдавал из всех святых отцов Златоусту. Мне уже и не надо Златоуста 12 томов тебе советовать. Ну, желательно, чтобы просчитал. Тяжеловесно, так у Василия Великого. Настоящий монах был. В общем, так. Едко заставляет и плакать Ефрем Сирин. Но самый из них труднодоступный. Это Иероним Стридонский. В 420 году умер. О нравственности христианства называется книга. Нигде я ее не нашел, в руках не держал. Но в Жорданвиле, в США, говорят, она и есть книга эта. Когда узнали, что он там пишет, язычники от рук переписывали. И тогда христиане буквально взмолились. И что ты наделал? Для чего ты отдал? Мы не имеем возможности теперь даже парировать как-то, отвечать. Он вскрыл всю эту язву. Он говорит, это есть. И от него друзья все отвернулись. Теперь нет ни имени, ни друзей, никого. А он известен. Он по правде шел. Вот так было с Максимом исповедником, Федором Студитом. Они не вместе, но как бы. Что? Их биографию, кое-что из житий. Но главное это, я советую, денно и ночью углубляться в Библию. Ты считаешь, ну такой-то, такой-то там был. Проверить, кто он такой и как это было. Писание, если ты знаешь. Вот у меня ролики, большинство называются стихами из Писания. А люди-то разные. Разные, разные, разные. Евреи, цыгане, немцы, французы. По национальности где-то. И когда фотографию я заглавлю, потом приходят ко мне, ну почему вы так ее назвали? Я так вижу. Ну как-то стыдно мне даже. Дело в том, что я вас не видел. Я в жизни с вами в другое время был где-то. Я увидел, что у вас есть. Необходимо вот это выучить. Даже название роликов. Ну я не знаю где, чтобы так было с указанием глава, стих, какая книга. Вот у меня стихотворение. 36 строчек в каждом стихотворении. Напротив каждой строчки глава, книга, какая названа. Все говорят, как красиво смотрится. Я гляжу уже, кое-где начинает писать так. Откуда мысль взятая? 36 раз надо открыть Святую Библию. Таких не было ни одного стихотворения за всю мировую историю. Я ничего особо не делал. Я просто показал, что мы все это, что говорим, мы имеем в Писании. Даже современное говорится о космосе. Я показываю, откуда это взято. Хотя слово «космос» в Библии отсутствует. Вот чтобы немного было вот так. Читать блаженную феофилакту на первом месте. И, конечно, перевернуть Библию. А так, в свободное время я бы мог не только святых отцов посоветовать. Он и мирское есть такое хорошее. Ознакомиться с полным произведением. Его называют «Отец мировой педагогики». Я на Москаменске, вы имеете в виду? Ну, у меня было. Я в школе чуть-чуть мы проходили, я помню о нем. Теперь то, что мы проходили, с какой категорией людей, как беседовать, вернитесь назад. Если нет, то Сергея попросить, он пришлет. Начинайте работать. У вас на сайте есть ссылка такая, зашитая, как беседовать с людьми разных вероисповеданий. Да. С атеистами, да, это у вас на сайте есть. А вы помните... Я не знаю, как человек отнести, в какую ячейку. Это работа, огромная работа проделана была кем-то. Я что-то взял у них. Ну, у них писали, допустим, протестанты. Я все повернул в православную сторону. Обращение было там к женщинам, я сделал к мужчинам. Ну, не только это. Я свои там мысли встревал. Вот, которые сейчас проходим. Это впервые, может быть, написал Николаи. Это фамилия его такая. Учитель Ярла Николаевича Пести. Ну, когда кто-то человек сравнивать будет, он увидит, что кто-то у кого-то взял. И поэтому я дальше добавляю, разбиваю это дело, и человек свое произведение не узнает. У меня практически, вот сказать, на 100% мое почти мало где-то. Я там на каждый том 3000 раз открыть Священное Писание. Это же не мое. А почему я умышленно это делаю? Подтвердить авторитет. Святого Евангелия. Святого Слова Божия. Ты этим путем пойдешь. Высчисли с 10 тысячами победящих 20 тысяч, чтобы на того и не стали смеяться. Помнишь это? Вам не слышно? Не, не слышно, не слышно. Я слушаю, как раз таки, да. Что на этом сказать-то? Все, кончилось время. 31 минута. Давайте прощаться. Помолимся, Игнатий Кидорович. Я и говорю. Достойно есть я кого истину, Блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашу, честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без истления Бога, Слова Родшую, Сущую Богородицу Тебе величаем. Болитесь, Игнатий Кидорович. Милосердный Создатель Господь и Бог, Мы предстали перед Твоим величием, Чтобы восславить Твое имя, Твои дивные дела, Господи. Благодарим за этот воскресный день. Ты позволил нам углубляться в Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, если мы в чем-то ошиблись, погрешили, Прости нас и благослови. Мы не искали земного временного, Мы устремляли взор к вечности. К Тебе стремится душа моя. Слава Тебе! И Ты слышишь наши вопли и отвечаешь. Хвала Тебе! Посети наших больных, родных и близких, и дальних. Сохрани нас от всякой ереси. И наших путешествующих братьев благослови. Никиту, Виталия, где они есть? Тебе Боже слава! Тебе хвала! Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Отец, Сын и Святой Дух!